Несли письмо, но не в одиннадцать же вечера, и это очень поздно и очень подозрительно. Что за бумаги-то? Ого! Канал у нас называется не Евг и не Евиджи, он называется Евг. Евг называется, а этот канал называется не Ви-Эн-Н-Ви, он называется Анна. Кто мог подумать, не у меня одного проблемы с неймингом. Аннушка на своем уютном канальчике рассказывает о технологиях, информационной безопасности и IT в целом. Аня знает толк в актуальных темах, ведь она рассказывает о схемах мошенничества в интернете. Рассказывает не как баба, вот так вот все там вперемешку, а доносит все взвешенно, ненавязчиво и спокойно. Сложные темы рассказывает простым языком. Да у нее даже все структурировано по плейлистам и разложено по полочкам. Да и вообще приятно посмотреть на такую красотку. Я даже сам подписочку влепил, и ты тоже глянь ее ролики по ссылочке в описании. Ох уж этот женский шар и привлекательность. Ребята, мы давно уже объявили у себя в паблике ВКонтакте, кто найдет реального барыгу на Авито и докажет, что он барыга не предположит, а именно докажет пруфами. И это будет наш город Екатеринбург, и мы снимем видос про этого барыгу, то нашедший получает денежное вознаграждение. В общем, нам на условиях анонимности скинули все-таки барыгу с Авито, и это оказался непростой торгаш палью и хламом. Помощь в получении паспорта РФ 10 тысяч рублей. Мы можем решить все вопросы с паспортами и водительскими правами, бла-бла-бла-бла. Но регистрацию и прописку не делаем, только продажа документов. Продажа. Ключевое слово здесь будет продажа. Из переписки на Авито меня сразу же перевели в Телеграм. Странно, конечно, что его сразу не указали в описании, но видать просто Авито блокирует такие объявления. Здравствуйте, я хочу паспорт приобрести. И дальше понеслась переписочка. Конечно, никаких гарантий мне барыга не дал, и оставалось только закинув деньги, ждать и надеяться, что этот дядя окажется честным и не обманет. А-а-а, глупый, наивный. Но спустя несколько дней, поздно вечером, мне позвонил курьер и сообщил, что он уже подъезжает. Сказать, что я удивился, это, ну, ничего не сказать. Насколько мне известно, курьеры доставляют посылки до 8 вечера, максимум там до 10, до 9. Все это, конечно, хорошо и замечательно, принесли письмо, но не в 11 же вечера, это очень поздно и очень подозрительно. Я даже не знаю, это оригинальный курьер или нет, он, потому что странный был. Да, я даже сомневаюсь, что это был оригинальный курьер вот этой вот компании, однако бумажка вложена. Давайте вскроем. Ого! Хера, документы. Так, я заказывал паспорт, а не вот это вот все. Папочка с документами, с очень мятым файликом внутри. Что за бумаги-то? Ого! Ого! Вот здесь, мне кажется, я понимаю, что лежит. Так, секунду, бумаги. Блин, это просто какие-то тупо рандомные договорчики-то. Распечатка какая-то, какая-то оборотка просто. Так, вот здесь вот уже интересно, что лежит. Не знаю, вам может как-то видно. На свет вы херно не сможете увидеть, в общем. Сейчас вот так и газ, и я такой... Да ладно! Да ладно! Паспорт! Охренеть! Ё-моё! Я просто сейчас заклею все важные моменты, чтобы потом на монтаже не замазать. Проще заклеить, чем это все перемазывать потом, сидеть. Абсолютно рандомный, актуальный паспорт. И если найти похожего чувачка, либо заменить там фотографию, то можно пойти и получить по этому паспорту, возможно, кредит, если этот человек сейчас не разыскивается. Дату выдачи паспорта заклею, личную подпись заклею. Блин, это просто тупо паспорт какого-то мужика Игоря. Этот мужик мне в бате годится. И он 53-летний. Охренеть! Я не знаю, что это. Это просто его паспорт оригинальный, либо это как-то копия сделана. Я даже предположить вообще не могу. Я таких паспортов никогда не видел, потому что здесь вот открываешь, ну обычный вообще паспорт. Паспорт гражданина Российской Федерации. Далее открываешь, здесь всякие данные человека. Паспорт, по-моему, оригинальный, весь покоцанный. Открываешь следующую стримцу, а здесь написано Республика Башкортостан. Я таких вкладок вообще не видел. То башкиры, они, думаю, скажут, что это реально такое существует. И далее начинаются уже башкирские данные. Просто Башкортостан Республиканы, Балакай районы, Эске Эштарбульге. И вот это вот все так написано. Я сейчас всю изоленту так переведу на этот паспорт. Бомжа просто кого-нибудь находишь похожего, и он отправляется и получает там кредит в какую-нибудь микрофинансовую компанию. И вообще на изи. Если этот паспорт, конечно, не в каких-то там розысках, если у него хорошая кредитная история. Я не знаю, проверю я это, но я попробую. Проверить кредитную историю оказалось делом нудным и сложным, так как там нужно подтверждение личности. То есть одного паспорта в любом случае мало. Надо справки, выписки получать, ходить по офисам. В общем, там целая система, ну или нафиг. Реально, с виду это вообще самый обычный паспорт. Здесь даже вот есть госзнак 97-й год. Он такой желтоватый такой весь. На ощупь странички. Реально. Даже вот в штампе есть сведения о ранее выданных паспортах. И на ощупь они такие же. Это оригинальный паспорт. Я фиг знаю, где его взяли. В общем, вот. Паспорт гражданина Российской Федерации. Хоба! О! Вот это да! Я, конечно, башкирских паспортов не видал. Но чтобы вот так вот было. Вот здесь уже написано. Силы Б, Башкортостан, республиканы. Вот. Вкладыш к паспорту. Россия Федерация. Забавно. Все печати есть. Место жительства, место регистрации. ЗАГС. Брак. Расторман. Новый брак. Детей нет. Ранее выданный паспорт. Все. Тупо паспорт. На самом деле я понимаю, почему паспорт такой, ну, дешевый оказался. Чтобы оформить микрозайм, надо ведь еще и карту банковскую на имя этого человека иметь. А чтобы оформить кредит, надо в банке своего знакомого иметь, который сможет по этому документу, не похожему на фоточки человеку, выдать кредит. Так что, просто чужой паспорт вот так вот тебе на ровном месте денег совсем не принесет. Обычная вообще доставка. Они прислали, скорее всего, под видом документов, вот эту вот папку, покоцанную старую папку, в которой лежат просто какие-то рандомные распечатки, какие-то бумажки, короче, какие-то вообще. Просто какой-то договор распечатан. Судя по виду, вообще обычная какая-то оборотка офисная. Ни о чем вообще не говорящая. Форс-мажор, срок действия договора. Обычная договорка это купли-продажи. Среди вот этих листов лежал конверт. Простой белый конверт, в котором уже и лежал паспорт. Причем конверт лежал внутри. То есть, все-таки под видом отправки документов. Да, отправили реально документы, не под видом, а паспорт это же документ. Это вам не какая-то копия паспорта, сканы копеечные, которые продают вообще везде, и в Даркнете, и не в Даркнете, и на Авито, и везде. Это уже обычный паспорт. Он мне обошел за 7 тысяч рублей. Я не знаю, что с ним делать. Найду подобного мужика, и он пойдет, возьмет кредит, и это все окупится. Тема, ребятки, интересная и необычная. Как видите, это реально. Чужой паспорт, это реально. Что дальше в следующем ролике будет? Оружие будем покупать? А дальше, в следующем ролике я закажу дорогой паспорт. Он мне обойдется в копеечку, но это будет паспорт с моей фотографией и с какими-то другими данными. В следующем ролике я куплю в Даркнете, либо где-то еще себе новую личность и покину эту страну. Да, ребята, такие вот итоги у нас напрашиваются. Первое. Покупаешь с предоплатой, могут кинуть как лоха. Потом не реви о потерянном кэше. Второе. У нужных барыг реально купить вообще все. От запрещенных товаров до документов. Вообще на изи. Третье. Просто с одним чужим паспортом ты ничего не сделаешь. А что можно все-таки сделать? Ну, не знаю, напиши свой комментарий. Может мы и попробуем. Если это будет, конечно, не слишком что-то уж так жесткое и совсем незаконное. Четвертое. Это никогда не попадайся на уловки барыги-мошенников. А то, для кого я ролики-то делаю, мне же потом просто стыдно за тебя будет. Так что, ребята, ну не подведите. И, ну, все-таки напишите, что с ним можно сделать. Да хоть сжечь. И ничего незаконного не предлагайте. Всем пока. А барыги-советы и ПК-мастера, да, они будут. Конечно, будут. Куда ж мы без них? Ну, просто не всегда шпилить годнотулечку-то. Годнота, она такая. Она требует, чтобы она немножко проквасилась, поднастоялась. А потом, как вот это вот так вылетит. И вообще кайф вот так соматывается. Ну, скоро будем ПК-мастеров, ребята, ловить. Продолжение следует.